Филайни все же оказался в Манчестере, но главной новостью для фанатов Эвертона стало то, что Мартинес сумел дать отпор покупателям в том, что касалось Лейтона Бэйнса. Лейтон Бэйнс, чье имя уже связали было с Юнайт и достается в Эвертоне. И этот факт должен обрадовать фанатов так же, как все те новые имена, которых они приобрели. Последние действия Мартинеса на трансферном рынке восхитили болельщиков синих, заставили их поверить в него. Но по контракту Бэйнс осталось всего 18 месяцев, а Мойс все еще поглядывает в его сторону. И над будущим защитника по-прежнему туман. Жутковато было фанатам Эвертона во время январского трансферного промежутка, но страхи оказались напрасными. Роберто Мартинес хорош на рынке. Он взял в аренду Лукако, Делафео и Барри. Это большой плюс, конечно, но то, что он сохранил Бэйнс и настоящий гроссмейстерский ход. Новый контракт с защитником, который должен проявить себя на чемпионате мира этим летом, это отличное решение и заявка на определенные намерения. У меня как гора сплетч. Я могу просто сосредоточиться на игре в футбол, а не отвлекаться на всякие посторонние факторы за пределами поля. Мне стало легче. Главное для нас теперь смотреть вперед. Я подумал, это была настоящая заявка на успех в исполнении Эвертона. Думаю, атмосфера вокруг и внутри клуба наполнена оптимизмом. Этот оптимизм появился, когда клуб предложил Лейтону новое соглашение. Каждый согласится с тем, что подписание нового контракта с Лейтоном – это серьезное заявление от Эвертона. Это было чрезвычайно важно. Никому не хочется терять такого игрока, как Лейтон после шести или семи лет выступлений за клуб. Из года в год он держит высокую планку. Нельзя терять такого игрока, тем более отдавать стан конкуренты. Я думаю, это придало каждому импульс. Не только футболистам в раздевалке, но также болельщикам и вообще клубу в целом. Это был важнейший момент. То, что игрок основной сборной Англии отклонил предложение именитых покупателей Солт Траффорд в пользу огней Мерсисайда говорит о том, что футболист действительно верит в нового тренера. Это как свежий воздух для каждого из нас, поскольку это сродни новой главе в истории. Каждому надо заново доказывать свои таланты. Это дает всем нам дополнительный стимул показать тренеру, на что мы способны. Мартинес прибыл на Годисон, имея репутацию любителя атакующей игры. И вскоре его предпочтения принесли клубу определенные дивиденды. Эвертон ввязался в борьбу за Лигу Чемпионов. Это одна из причин, почему 29-летний игрок рад находиться в команде Мартинеса сегодня. Мы существенно прибавили за небольшой отрезок времени. С тех пор, как пришел новый тренер. Мы прониклись его идеями и принялись воплощать их в жизнь. Надо просто продолжать свой прогресс. Надо работать дальше, чтобы достичь еще большего взаимопонимания. Мы видели отношение нашего тренера к делу, его стремление, туда, где он хочет видеть наш клуб, его амбиции. Это позитивные знаки для каждого из нас. Я думаю, мы неплохо усилились во время трансферного окна. В этом году мы существенно укрепились. Мы находимся на хорошей позиции и будем преследовать как минимум место в зоне Еврокубков по итогам текущего сезона. В мире мультимиллионных трансферов в контракт Лейтона Бейнса настоящий знак того, что эволюция Роберта Мартинеса на Гудесе не строится на солидных основах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова